Здравствуйте, друзья! Получил сегодня тревожный комментарий на канале. Человек говорит, все пытаюсь понять, состоится ли прием заявок Green Card Lotteria DV2020, ближайшая, которая должна состояться в начале октября, открыться прием заявок. Состоится ли, и заканчивается это такой серьезной фразой, последние надежды лишают. Дело в том, что до 1 октября, когда начинается новый финансовый год, и до 1 октября, если что-то изменится, должен быть изменен закон, который сейчас существует. Это не пожелание администрации и даже не какое-то административное действие. Это закон, который должен был бы измениться. Пока что никаких нет показаний к тому, что закон изменится. Потому что вот в августе одна палата была на каникулах, другая палата была частично на каникулах, там не весь месяц. Сейчас они соберутся, вот уже собрались фактически. И у них есть месяц. За этот месяц они должны сделать несколько исключительной важности вещей. Значит, первая, исключительной важности вещь, это они должны были бы пообсуждать и назначить в итоге члены Верховного Суда. Там их 9 человек, один ушел, значит, осталось 8, надо 9. И это очень важная задача для действующей администрации. Во-первых. Во-вторых, есть не менее важная задача. Это бюджет на следующий год, который должен был бы быть принят до 1 октября. Бюджет никогда вот так уж прямо легко не принимается, потому что есть конфликтующие интересы. Соответственно, надо договариваться, обсуждать и так далее. И в этих условиях впутывать в это дело лотерею, которая, ну, надо сказать, всем реально пофиг, да? То есть вот сколько она уже там существует с 95-го года, 20 с лишним лет. Ну, реально пофигу. Поэтому усложнять это все. И потому что если ты говоришь, давайте отменим лотерею, это можно как часть к бюджету, так сказать, тоже воткнуть. Но тогда надо что-то дать в обмен за это. Ради чего давать в обмен? Вот. Единственное, что есть, скажем так, были, месяц назад я делал сюжет об этом, были угрозы со стороны Трампа, что вот он сейчас, значит, либо ему отдадут эту лотерею вместе с забором и отменой семейной эмиграции, либо он вообще тогда бюджет не подпишет, правительство останется без денег, и вот все будут знать, что виноваты демократы. И как раз мы на выборы прям с этим и придем, да? Ровно через месяц выборы, 5 ноября, по-моему. Вот. И, в общем, вот так. Но республиканцы в ужасе, и начальство, и не совсем начальство, говорят, что этого делать не надо. И поскольку последний месяц я уже не слышу, чтобы об этом говорили, писали и так далее, то, наверное, это уже перестало быть какой-то такой актуальной угрозой. Так, как-то где-то оно, там не поймешь где. Хотя вы сами понимаете, что время сейчас очень турбулентное, и то, что раньше требовало, там, скажем, полгода, может сегодня произойти за два дня. Это правда тоже. То есть, как бы риски. Риски растут. Вот. Риски каких-то неожиданных событий, действий и так далее. Это действительно все существует. Это тот фон, на котором все это происходит. Вот такая примерная история. Поэтому, да, должна состояться лотерея, если не произойдет чего-то экстраординарного. Лотерея должна состояться в том смысле, что состоится прием заявок. Это все правда. Значит, пользуемся только государственным сайтом, который для этого есть. Вот идете там, в Google набираете, DB Lottery, да, и вот первым выходит сайт государственный, и вот только на нем. Потому что все остальное, это, ну, либо это форум «Говорим про ЮЭС», да, это, как бы, наш тусовка, где, можно, те вопросы обсуждаются, либо это кидалово какое-то. Поэтому, значит, я бы держался подальше от кидалово. Вот такой совет, но не знаю, что еще сказать. Значит, состоится. Состоится лотерея, при том, что есть всегда какой-то шанс, но он такой приближающийся к нулю, вот в моей субъективной оценке. Раз меня субъективно спросили, там попросили прокомментировать, то вот я субъективно говорю, что шанс на то, что лотерея не состоится, он стремительно стремится к нулю. Счастливо!